Привет, дружище! Меня зовут Шамбу, и мы продолжаем наши с тобой приключения в игре о Готика 3. В предыдущей серии безымянный охотился на Огра, разобрался с предателем Мортоном и добыл цветы для Лоретты. В целях же на сегодня, наконец-то отправиться в следующий город, а именно в Монтеру. И так как здесь расстояние приличное, предлагаю перед дорожкой хорошо поспать и отдохнуть, чтобы собраться силами. Ну а затем пробежаться по всем торговцам, закупиться стрелами, лечебными зельями и так далее. Так, я хорошо выспался и отдохнул. В первую очередь я также предлагаю изучить заклинания света, потому что в предыдущей серии, когда я охотился на выжака гублинов, это было жутко неудобно, потому что было безумно темно. И нас. Даруй мне свое благословение. Два очка обучения, 500 монет, не так дорого, я думаю, в принципе сойдет. И, соответственно, можно использовать бесконечное, безграничное заклинание света, потому что манну больше я ни на что не трачу. Так далее, надо заглянуть к охотнику Машдану, и я подумал о том, что неплохо бы научиться стрелять из арбалета, потому что у меня все-таки болты скапливаются, и лучше их не продавать, а использовать на каких-нибудь орках или врагах. Ты научишь меня драться. Покажи мне, как обращаться с тяжелым арбалетом. Держи арбалет за приклад. Чтобы спокойно прицелиться, прижми его к плечу. В первые дни у тебя будет чувство, как будто плечо отваливается. Но уже через неделю плечо станет как каменное. Возьми свою цель на мушку и жми на спуск. Вот и все. Хорошо, спасибо за информацию. И теперь, по идее, то ли я буду быстрее стрелять, то ли я буду больше урона наносить. Очень непонятно, что в итоге делает тот или иной навык. Почему не добавили описание, я также не понимаю. Хорошо, теперь стрелы у Машдана, и затем я, наверное, пробегусь по всем остальным охотникам, продавцам стрел. Так, а где Марсдан? Он куда-то срулил. Ладно, я сейчас пробегусь по всем торговцам, закуплюсь стрелами и так далее. И потом встретимся на дороге. Продолжаем. Потому что тут орки опять напали на редок. А вот это, как по мне, большая проблема. Если они будут так постоянно нападать. Вот людей совсем уж не останется. Сейчас, в принципе, бой на рамах идет. Три орка, три повстанца. Главное, чтобы меня не били. Буду немного их травить. Не достал. Как вот так я промахиваюсь-то? Сражайся с повстанцем, не со мной. Отлично. Отлично. То есть, получается, теперь орки постоянно будут наведываться в редок. И ничего хорошего в этом нет. Я совершил ошибку, связавшись со мной. С другой стороны, я с них могу подбирать снаряжение. Но рано или поздно тут в редоке все погибнут. Так что нужно делать что-то с орками. Но опять же, на текущий момент у меня для этого нет никаких сил. Покажи мне свой товар. Еще 130 стрел. Я скупаю абсолютно все стрелы, потому что, ну, что мне еще нужно, кроме них? Ладно. Продолжаю закупку. Пам-парам-пам-пам. Продолжаем. И вот я на развилке у дороги, которая ведет или к Венгарду, или к Монтерре. Ну и давай повернем в сторону Монтерры. Конечно, вот здесь, на севере, я все пещеры не осматривал, но на текущий момент я не так уж и силен. Поэтому предлагаю, когда я стану посильнее, потом вернуться в это место и все полностью зачистить и осмотреть. Кабана, правда, сейчас можно пристрелить. А то потом на меня кто-то нападет и кабан меня сожрет. Нет, ну вот куда ты идешь? Он спрятался от меня специально. Вот, вижу его рыло. Отлично. Два выстрела. Так, падальщик. Олень. Самое странное, что меня падальщики тоже могут сожрать. Потому что у меня какая-то совсем уж тонкая броня, или я совсем дохлый. Фактически падальщику достаточно сделать 3-4 укуса, и я буду трупом. Поэтому стаи падальщиков тоже опасны для меня. Но поодиночке с ними можно разобраться. Кто? Тут кто-то про твари сказал. Трусливый гоблин. Так, надо помочь. Опытный повстанец. Я не буду сейчас тратить стрелы, потому что могу в этих самых повстанцев попасть, и из этого ничего хорошего не выйдет. Поэтому давай потравим гоблинов. Один удар, и отошел. Повстанцы, они все-таки сильные, не должны умереть от гоблинов. Так вот, как тебя выбрать в качестве цели, гоблин? Неужели? Странно еще то, что гоблины не чувствуют моих уколов, как те же орки, например. Которые после укола такие «ух!» и замедляется на какое-то время, чувствуя боль и проникающие повреждения. Еще одним монстром стало меньше. Убери оружие! Хорошо убрал. Стой! Ни шага дальше! А ты чего боишься? Не бойся, я тебе ничего не сделаю. Слава Инносу! Я уж подумал, что ты один из этих подлых наемников-орков. Да нет. Я сам за себя. Ты не боишься, что орки тебя поймают? Орки шумные и неосторожные, когда идут через лес. Я их за 500 метров слышу. Единственное, что меня заботит, это чертовы гоблины. И почему, наверное, они могут к вам подкрасться и что-то украсть? Ты боишься гоблинов больше, чем орков? Боюсь. Я не боюсь. Гоблины прокрадываются по ночам в мой лагерь и растаскивают все мое имущество. Где-то поблизости должно быть целое гнездо этих трусливых гоблинов. Ну да, я рядом тут видел пещерку. Кстати, а сколько ты мне заплатишь, если я разделаюсь с ними? Сколько ты мне заплатишь, если я разделаюсь с гоблинами? Ты имеешь в виду, если мне не придется постоянно следить за своими пожитками? Я бы сказал, что это будет стоить 100 золотых монет. Хм, 100 золотых монет. Это, по-моему, сколько стрел? Даже 10 не будет. Стрела стоит 14 монет. 7 стрел стоит 98 монет. Ну, даже не знаю. Ладно, помогу тебе так и быть. Я разделаюсь с трусливыми гоблинами. Ну, тогда удачи. Гоблины чертовски проворные маленькие сволочи. Не позволяем себя окружать, иначе они тебя сразу прикончат. Я вообще постараюсь, чтобы они меня не ударили. Кстати, а что здесь вокруг происходит, что знаешь? Расскажи мне об этой местности. Это дикая глушь. Ни одного города поблизости. Горы на севере отделяют прибрежную область от Срединного Королевства. Если ты пойдешь по дороге на запад, то когда-нибудь достигнешь Монтеры. Естественно, если бандиты прежде не перережут тебе горло. То есть, получается, здесь горы, непроходимая местность, леса. И мне кажется, тут было бы очень удачно расположить форт, который можно было успешно оборонять. Но, по всей видимости, Робар так не захотел. Хочешь небольшую сделку? Зависит от того, что у тебя есть. А что у тебя есть? Покажи-ка. Покажи мне свой товар. У тебя есть 94 стрелы. Конечно же, покупаю одежда охотника. Нет. Конечно, бонус к ловкости 10 это хорошо, но защита она толком никакой не дает. Охотничий лук у меня и так есть. Лук странника я не могу использовать. Ладно, давай сделаем баланс. И осталось у меня 4000 монет. Плохо. Так, дубина. У гоблина были ягодки. К сожалению, не гоблинские. Так, и вот еще один. Как его на камни пришибло. Странно, что эти повстанцы буквально в двух метрах от себя не видят пещеру. Плюс, если гоблины к ним прорадуются ночью, можно было выставить постового, который чисто следил, откуда они пришли или куда они вообще уйдут. Надо головой просвистеть. Их еще много? Да, их очень много. Ну, пускай сами разбираются с ним. Там осталось буквально два удара. Я сейчас хочу проверить, насколько лучше я стал пользоваться арбалетом. В предыдущий раз урона в голову был 329, что ли. Аккуратно. Здесь за поворотом никого. Я присел, только вопрос. А арбалет мой по-прежнему остался заряженным? Надеюсь, что да. Очень удобная пещера для гоблинов. Да, мой арбалет остался заряженным. Ну, и тебе в головешку прямиком. 291. Маловато. Так. Бам. Короче, если я присаживаюсь, мой арбалет по-прежнему остается заряженным, и я потом могу отбежать. И сразу же прицелиться, и не убить его. Возможно, эти гоблины попрочнее предыдущих, которых я встречал на побережье. Ну, либо я ему в голову не попал, хотя целился. Так, дай-ка я заряжу арбалет. Потом присесть. И могу нормально перемещаться. Аккуратно. Я не хочу, чтобы они меня услышали. Как минимум, здесь еще одного гоблина я видел. Вот тут один, что ли? Да, получается, вдвоем они сидели в этой пещере. Ну, естественно, там дальше будет кто-то еще. 291. Успею ли я? Отлично. В упор и в голову. Ну, давай тогда соберем грибочки. Когда-нибудь я приготовлю себе грибную рагу. Жабий ясменек. Дубинка. Есть два пути. Один сюда, другой сюда. Предлагаю сразу зарядить арбалет. Так, там я вижу костер. Гоблинов пока не вижу. Ага, вот ты первый. А ну-ка остановись. Какой молодец. Скорее всего, здесь будет 3-4 гоблина. Я ему в голову не попал, к сожалению. Заметил трех. Еще проблема в том, что мне нельзя же далеко отбегать. А то гоблина восстановит свое здоровье, и из этого ничего хорошего не выйдет. Упор. Успею ли я зарядить? Присесть. И нормально идти. Повстанцы, помогайте. Это будет ваш гоблин. Вы сами с ним и разберитесь. Я вот этого пристрелю. Стоять. Ой-ой-ой. И я промахнулся. Ну, просто здорово. Из лука все же мне как-то посподручнее попадать. Не буду тратить свои стрелы. Давайте побеждайте его сами. Получается, в той пещере остался еще один гоблин. И осталась глубокая пещера. Наверное, там тоже 1-4 гоблина живут. Так, красятся. Да, он один. Если я попаду в голову, достаточно будет еще одного выстрела. Он прямо ко мне идет. Смогу ли я? Нет, совсем чуть-чуть не хватило. И отгреб мощный удар гоблина. Отлично. Дубинка. Мелочевка. Тут сундучок есть. Надеюсь, меня никто не заметил. Потому что гоблины, они весьма ушастые. Могут услышать меня издалека. И пока я подбираю здесь предметы сундука, на меня напасть. Утренняя роса. Сканирую местность. Вроде все подобрал. Грибочки. А может, я отсюда смогу их расстрелять? Ну, чисто теоретически, как бы да. Только с другой стороны, если они сюда прибегут, они меня здесь зажмут и убьют. Поэтому предлагаю сначала восстановить здоровье, просто сидя у костра. Как это прекрасно. Продолжаем. Неплохо передохнул, сидя у костра. Ну, и давай глянем, что у нас здесь в сундучке. Да нет же. То есть, получается, меня все-таки вот эти гоблины заметили? Видимо, какой-то застрял вот здесь в проходе. Ладно, тогда этого пока расстреляю. А ну остановись. Прямо в голову. Не попал в голову, ну ладно. Они до меня не отбегут. Они глупенькие, не понимают, как же он оттуда стреляет. Мы вроде прошли, его нигде нет. Где же этот негодяй? И возвращаются в свою пещеру на расстрел. Только, конечно, желательно, чтобы они пошустрее это делали. Ладно. Я, конечно, могу выйти ему навстречу. Может, не стоит. Зачем мне получать лишние повреждения? Это прям как в жизни. То есть, ты как бы можешь хотеть драться, сражаться, но зачем лишний урон принимать на себя? Поэтому стрелковое оружие всегда и пользовалось популярностью. Точнее, если есть возможность сразить соперника, не получив при этом повреждения, это всегда будет выигрывать у оружия ближнего боя. Отлично. Еще заслужил репутацию постанцев. Так, ладно, давай используем свет, а то тут как-то темновато. И проблема со светом в том, что он как-то слабо светит. Вроде он и есть, но недостаточно. Инос, возможно, ослабел после того, как Ксардас разрушил рунную магию. Ну или, например, заклинания, которые используются с рун, гораздо сильнее, чем те, которые я сам применяю. Так, тут у нас железный посох, топор, дровосека, туман, ну и мелочевка. В повозке ничего нет. Кастрюльку брать с собой я не хочу. Немного грибочков. Сломано. Лево, право. Начнем заново. Хорошо, лево, два раза вправо, еще раз. Вызов молнии, волна пламени. Опять же, эти заклинания требуют столько маны, сколько у меня нет. Хотя волну пламени я могу использовать, но после этого меня убьют. Потому что, опять же, волну пламени лучше всего использовать, когда вокруг тебя много соперников. А с учетом того, что у меня доспех отвратительный, я ее удара не выдержу. Так, два раза вправо, лево, лево, право, лево. Телекинез, пламенный меч, ну и мелочевка. Вроде ничего не пропустил. Давай расскажем Арману о том, что гублины уже не будут его больше беспокоить никогда. Хотя, с другой стороны, может другое племя гублинов здесь поселится. Неплохая такая пещера. И, в целом, на месте постанцев я бы не ждал орков на дороге. А как раз-таки занял бы эту пещеру, потому что это укрытие. Так. Они все-таки одолели этого трусливого гоблина. Так, еще один. А, здорово, Арман. Подлые гоблины уничтожены. Эти ублюдки даже не сняли с тебя шкуру? Дьявол, ты справился. Это будет стоить мне 100 золотых монет. Но это копейки. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Лучше стрелять из лука. Нет. Он может меня обучить тому, что мне сейчас не требуется. Я очень хотел бы узнать ремесло охотника и что именно я могу после этого изготовить. Но, несмотря на то, что Армар выживает в дикой местности, он ремесла охотника не знает. Я заметил сундучок. И кабана, который лазит по скалам. Ничего себе, какой шустрый. Пламенника. Кстати, давай-ка я пламенеку тоже съем. Где она? Где она? Где она? Хотя, с другой стороны, много манной мити это хорошо. Но я не планировал постоянно пользоваться заклинаниями, так как это будет слишком просто. Магия слишком сильна в мире готика. Поэтому я от нее сознательно отказываюсь. Но, опять же, я не отказываюсь использовать заклинания света. Использовать какую-нибудь кровожадность и так далее. То есть разовые заклинания, которые могут как-то интереснее повернуть ход сражения. А постоянно, например, ходить с огненным шаром или с молнией, нет. Мне кажется, это слишком просто. Особенности, когда я научусь восстанавливать магию. Сундучок. Наконец-то огненные стрелы я получил. Так, тут обитает ящерица. И, в принципе, все. Вслед за кабаном по скалам лазить я не буду. Вижу оленя. И еще один дикий кабан. Ну, отлично. Как же мне это нравится. Две стрелы дикого вепря больше не существует. Ну, и опять же, я пополняю запасы мяса. На олени охотятся проблематично. Вот вепри. Это самое то. Так, я в коряги застрял. Ну, отлично. Главное, чтобы они не ходили парами. Тогда, пока я одного стреляю, другой может до меня добежать, сожрать. Так, падальщик. Тоже один. Просто великолепно и прекрасно. Вот падальщикам в голову очень проблемно попадать. Потому что она у них тонкая. Олень, беги вперед. Если там есть волки, сообщи мне об этом. Еще один падальщик. Вообще не понимаю, где у него тут голова, где что. Просто стреляю вперед. Ага. Он погнался, наверное, за оленем. Или это другой падальщик, который вдалеке? Да. Этот падальщик как раз таки вдалеке находится. А стрелял я просто в ягодке на кусте. Прямо в голову. Вот черт. О-о-о. Это без шансов. Я побежал. Даже пытаться не буду. Три падальщика. Они быстро бегают. До меня-то бегут, со мной разделаются. Может их как-то обступить лучше. Теперь вопрос. Восстановили ли они свое здоровье? Если нет. Один все-таки ранен. Хорошо. Еще один выстрел. Мимо. Прямо в голову. Куда эти бегут, я не понимаю. Это было очень близко. Так, давайте-ка со мной как повстанцы. Молодцы. Эй, идите за мной. Прямо в головешку. Парни, я привел вам дичь. Мне кажется, или им плевать на падальщиков, которые на меня пытаются напасть. Мне кажется, это не дело. Какого черта? То есть, они посмотрели так. За безымянным гонятся какие-то падальщики. А ну его. Пускай сам разбирается. Вот негодяи. А вам я ведь и... Стоп. Получи. Вот когда падальщики на них напали, они сразу же взяли в руки оружие. А как на меня? А, пускай его забьет. Мы с него заберем снаряжение, золото и так далее. Ах, вы хитрые негодяи. Еще одним монстром стало меньше. А тут еще один гоблин. Нет, с тобой я говорить не хочу больше. Ты вообще какой-то предатель оказался. Где они забили здесь падальщика? Вот он. Немного места в будущем пригодится. И как далеко я продвинулся? Ну, средне. Как я помню, где-то между Ордей и Монтерой будет еще ферма. Где я могу остановиться, отдохнуть, собраться с силами. Ну, а ягодки? Ягода гоблина. Превосходно. Сразу две гоблинские ягоды. Путь в Ордей и путь в Монтеру. Сундучок. Прямо на дороге. Мелочевка? Пусть будет. Вижу лесу. Стоит ли мне вот сюда вот залезть? Уступ позволит или нет? Да, я смог сюда залезть, только вопрос Зачем? Чтобы увидеть еще одного падальщика Тут обитает еще шершень Ни с первым, ни со вторым я сражаться не желаю Ничего интересного, как сундучок, я не увидел Лиса, скажи мне, пожалуйста, ты на меня нападаешь? Нет, лиса меня боится Ну ладно, пускай убегает Ух ты, как пролагало, что-то загрузилось Так, все будет моим Повстанцы рассказывали про каких-то бандитов Но пока что я бандитов не вижу Ну, кроме гоблинов И реки крови, которые ведут в эту пещеру Если я все правильно помню, в этой пещере обретает Маракури Гоблинов я, конечно, могу расстрелять Давай так и поступим И заодно я проверю свою память Действительно ли здесь Маракури Или нет Мимо Остановись Так, я побежал Прямо в головешку Не знаю, почему лук Такое чувство, что уже автоматически прицеливается им в голову Или я просто так наловчился Одним гоблинам стало меньше А вот другой сто процентов восстановил здоровье Потому что я слишком далеко отошел Черт, олень Ты меня напугал Да, восстановился И спрятался еще за камень негодяй А, беги, пожалуйста, по прямой Ты ж глупенький гоблин Не достал У тебя короткая дубина Отлично И я достаточно устал, чтобы поспать Это означает то, что уже 4 часа вечера Ну, точнее, 4 часа, наверное, все-таки дня Но, тем не менее, осталось не так много времени И начнет темнеть Вижу сундучок Мелочевка Но глушающие стрелы получены Против гоблинов смысла использовать нет Разве что против каких-нибудь Наемников, орков С которыми буду сражаться Так, мелочевка, но огненная стрела На полу здесь что-то разбросано на земле Нет, только есть грибок Реки крови Я более чем уверен, что здесь живет Мракорис Сейчас день Мракорис спит И... да Я был прав Здесь обитает Мракорис С ним тягаться А тут даже 2 Нет, ну... С ними бороться я сейчас не намерен Потому что ничем хорошим это не закончится Плюс я не знаю, насколько быстро они перемещаются Потому что вдруг их как-то изменили Исправили в модификации И, соответственно, они могут меня сожрать А жизнь-то у меня одна Ага, дикий вепрь Не понимаю, как в тебя прицелиться отсюда Прекрасная арка И дорога в Монтеру, да Ну давай тогда сначала в этого дикого вепря выстрелю Главное, чтобы они не были связаны Какими-нибудь братскими узами Прямо в головешку Отлично И музыка закончилась Значит, и тебе пренебрати Так, где он там был? А вот он Расстояние совсем небольшое Успею ли я? По идее должен Отлично Все, я теперь стал грозой вепрей Могу с ними справляться вообще без проблем Пожалуй, такое все же не стоит говорить Так как обычно после подобного происходит какая-то глупейшая ошибка И тебя сжирает вепрь или любой другой соперник, про которого ты так сказал Шершень Нет, ты мне не нужен Ты ничего важного не охраняешь А я хочу подняться наверх Вон туда К Стоунхенджу По крайней мере Вот эти три столба его напоминают А здесь вижу только зайчика Дальше шершень И Что-то закопано Надо почаще обращать Ты посмотри Да, взрывная стрела шесть штук Это очень хорошо Надо почаще обращать внимание на вот таких вот скелетиков Но странно, что в таком месте Мне кажется, здесь должно быть какое-то место силы Не растет какое-нибудь полезное растение Например, драконий корешок, пламенейка и так далее Ну ладно Не растет и не растет Так, я кого-то заметил Это заяц Это заяц Который меня не сожрет Шнык Один Здесь тоже вроде безопасно Предлагаю с ним разобраться И вот уже в двух шагах находится ферма Которая являлась целью моего путешествия Так сказать, перевалочным пунктом Да что ж я мажу Отлично Шнык побежден Странно, что он не речной Потому что как раз таки у реки сидел И речные шныги вроде как ядовиты Если я все правильно помню Так, это мои стрелы Здесь можно и дальше пройти Найти 100% какую-нибудь пещеру Или что-то похожее Ладно, этим займемся в другой раз Сейчас я хочу осмотреть территорию До моста И затем дойти до фермы Наверное, с этим шешнем придется разобраться Просто хочется вот здесь узнать, что находится 136 Запоминай Урон из лука 136 Я хочу проверить, а сколько урона нанесет арбалет Может выгоднее из арбалета в шешне стрелять Лети прямо 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 291 Ну, конечно, есть подозрение Что, возможно Я попал ему в голову Хотя Как бы все тело является у него головой Но тем не менее Арбалет сейчас показал себя просто превосходно При охоте на шешне Так Тут у нас Холм На котором Нету ничего Ладно Попробуйте ли пострелять в мракорисов Мне кажется Это безнадежная Безумная идея Которая ничего хорошего мне не принесет С другой стороны Я могу узнать силу мракориса И понять Что с ним лучше не связываться Хотя это и сейчас прекрасно понимаю Ладно, давай остановимся около моста В следующей серии посмотрим Что происходит на этой ферме Поможем людям, которые здесь живут Потому что эта ферма Захвачена орками Правильно ведь Да, вот тут наемник орков Надеюсь, он со мной не заговорит Я просто хочу сесть у костра И расслабиться Итак, спасибо тебе за просмотр Если понравилось Ставь лайк Оставляй комментарий Подписывайся на канал Спасибо и пока Субтитры сделал DimaTorzok